Сотрудники госавтоинспекции в который раз напоминают водителям о правилах дорожного движения. В этот раз рейд проходит на так называемом в народе Магазском кругу. Поток машин нескончаемый, нарушений много. Практически каждая восьмая машина с недопустимой светопропускаемостью передних стёкол. На сленге автолюбителей затонированы в хлам. Или надо на месте устранять, или надо писать постановление насчёт вас. А я хоть не втрою. Всё, хорошо. Долго ездить с тонировкой не получилось. Инспектор ГИБДД поставил перед фактом, либо нарушитель избавляется от тонировки сразу, либо ему выписывают требования и штраф. Ответ себя не заставил долго ждать, так как после требования при повторном нарушении автолюбителю с тонировкой грозит арест от 10 до 15 суток. Есть и те, кому было жалко избавляться от тюнинга. Сотрудники полиции на чаяние автолюбителя не поддались, так как знают, какие последствия может принести слабая видимость в ночное время суток за рулём. Еженедельно в республике происходят страшные аварии, и зачастую сопутствующими нарушениями в таких случаях является тонировка. Сегодняшнее мероприятие является одним из показателей того, что, к сожалению, нарушители у нас есть, и они среди наших граждан систематически нарушают правила дорожного движения. В ходе рейдового мероприятия выявлено в случае 30 административных нарушений, в том числе это тонированные транспортные средства без соответствующих документов, без регистрационных знаков и, конечно же, ремни безопасности перевозки пассажиров. Сотрудники автоинспекции отмечают, нарушения с тонировкой участились из-за наступающего праздника ИТ-Альфитер. В этот период молодёжь украшает своих ласточек, так что инспекторы на чеку. Хотим предупредить каждого гражданина нашей республики о том, что в эти дни будут несения усиления, работа службы проводится, будут рейдовые мероприятия, все нарушители будут выявляться и призываться к административному наказанию. Также обращаем внимание, что в связи с изменениями стандарта ГОСТа по именно касаемо тонировки, лобовые и боковые стёкла, теперь пропускаемость должна быть не менее 70%. Раньше это было лобовое стёкло 75%, боковые 70%, теперь это общее менее 70%. В НИМ-Архаш молодые люди позволяют себе ездить без регистрационных знаков, без водительского удостоверения, с чрезмерной тонировкой, а некоторые и вовсе управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, что недопустимо и по религиозным соображениям. Сотрудники ГИБДД усилят меры безопасности, все нарушения будут фиксироваться. Госавтоинспекция МВД по республике Ингушетия призывает каждого участника дорожного движения в эти дни и не только в эти праздничные дни с областью соблюдения правил дорожного движения. Обязательно соблюдение скоростного режима, обязательно использование всех правил, норм правил дорожного движения. Особое внимание уделять юным участникам дорожного движения, как пассажирам, так и пешеходам. В эти праздничные дни также будет большое количество детей, которые будут посещать родных и близких. В связи с этим будьте аккуратны, внимательны, не омрачайте ни свой праздник, ни чужой. Идрис Айжиев, Адам Гулоев, Али Зязиков, Магаз24